всем привет с вами селиванси екатерина я сейчас нахожусь на мальдивах сегодня разберем тему этапы становления директора директором есть определенные этапы миновать которые невозможно то есть директор обязан научиться изучить свой кабинет знать маркетинг знать продукт уметь разговаривать с людьми неважно в интернете или лично дальше он должен научиться создавать если он работает онлайн научиться создавать аккаунты дальше работать с отчетами в кабинете следующее он должен уметь делать email рассылку всей своей группе через программу например send пульс или подобные дальше он должен научиться создавать свое обучение например обучение можно сделать различные там каналы боты можно создавать это все не трудно дальше он должен уметь искать информацию вот если я обращалась к вышестоящим наставником и например спрашиваю мне рассказали что есть какой-то например новый метод или новая программа удобная мне только нужно спросить программу дальше я сама найду в интернете посмотрю название какие функции у нее и так далее и начну использовать и создам свой канал обучения по данному данному новому методу как только что-то появляется нужно научиться вести свой youtube канал для чего это это дополнительный пиар ваши новички могут смотреть ваши ролики и чему-то обучаться дальше нужно научиться рекрутировать это конечно обязательно да то есть размещать в интернете рекламу например и обучать других нужно научиться не только самому делать всю работу но и научиться обучать своих новичков пошагово и вести то же самое что учились вы то есть получается выучились рекрутировать создавать аккаунты это все им помогаем корректируем их работу учим их общаться с людьми а если новичок сидел все время в офисе и он вообще у него нет навыков общения с людьми этому всему можно научиться тогда нужно звонить своему наставнику проводить с ним ровное собеседование наставник все объясняет я со своими новичками провожу собеседование как будто я новичок им звоню хочу узнать подробности о работе и они мне должны все рассказать дальше я корректирую что и почему сказали неправильно что поправить в следующий раз то есть объясняю как люди думают почему так думают дальше вот у некоторых людей есть жизненные навыки да кто-то в продажах работал кто-то умеет себя продать презентовать да свои умения навыки кто-то вообще не может с людьми общаться им страшно подойти им страшно позвонить да но это все преодолевается наставник это все помогает для этого есть тренинги обучение квесты и так далее в принципе это все за пять дней вообще решаемо да то есть нужно звонить мне я все разжевываю все объясняю корректирую если какие-то что-то не получается в рекрутинге размещение объявлений что-то не так разбираемся уточняем потому что в обучении конечно все написано и даже видео показано но кто-то не увидел какое-то предложение какое-то слово да и получается что-то недопонял или как-то настройки может быть проставил не совсем корректно да программе автоматической например дальше если вы думаете что вам не нужно уметь общаться с людьми потому что вы ведете перепиской да все общение в интернете это не так переписка тоже самое с учетом психологии только там больше вопросов задают здесь мы уже собеседование текст собеседования у меня есть я предоставляю разбор собеседования видео тоже есть объясняю почему люди так думают почему они спрашивают так и как хочется спросить человеку если они сразу построили так например да это все стандартно предсказуемо ничего здесь нового вообще нет вот то есть типа таких вопросов новичок вот не понимает почему у него именно все спрашивают а какая у вас зарплата да а он сам новичок что еще может сказать ну потому что он не объяснил какие у нас вообще могут быть зарплаты примеры каких-то других новичков разве человека может интересовать зарплата неизвестного ему человека вообще с другого города ему вообще все равно сколько он получает ему интересно сколько он здесь будет зарабатывать вот поэтому со стороны это все видно очень хорошо это все можно поправить или у некоторых у новичков постоянно ну некоторые бывают жалуются да вот одна например постоянно спрашивают о зарплате да как только корректируем объясняют а все перестают спрашивать о зарплате человека у другого все допустим они что-то там пишут им и они после этого молчат и не отвечают да тоже это все со стороны видно почему например много таких случаев вообще было начинают расписывать или подстраиваться под человека а может вы так а может вы сяк и уже не чувствуется что это работодатель в общем таких причин много это все поправляется с наставником если таких вот навыков не наработано уже в других сетевых продажах или вообще в какой-то рекламе да то это все наставник может поставить вам за один месяц скорректировать всю эту работу и вот этому всему научить всего за месяц вы только почаще звоните не надо думать что наставник все время занят он всегда свободен для любого активного новичка и будет вам все помогать и объяснять надеюсь видео было вам полезным всем пока